Враг дает украинским формированием вооружение, которое бьет на очень большие дистанции. Хотя в отношении выборов в Штатах я тоже больших иллюзий не питаю, в отличие от многих, которые считают, что с приходом Трампа нам будет легче. На самом деле я считаю, что легче не будет. Такой вице-президент будет настоящей катастрофой для Украины. В последнее время в московских студиях «Зомба-ТВ» сильно изменились настроения и тональности. Там все чаще так называемую СВО называют войной. А еще у себя же спрашивают, зачем ее начинали и когда все это закончится. Как настроение на фронте, где продвигается наша армия. Песков сегодня еще раз популярно сказал, что наши действия в Харьковской области предпринимаются для того, чтобы враг не бил по России. Враг при этом рассуждает на тему того, чтобы бить не на 100 километров, не на 300, а на 1000 по нашим аэродромам. Что скажете? Вот только почему-то так не уверен в этом другой пропагандист Шурыгин. Он, наоборот, говорит, что дальше будет только хуже. И 2025 год для них будет безуспешным. Иллюзий, что НАТО слабеет, нельзя иметь ни в коем случае. Запущены очень серьезные программы. И надо понимать, что после комфортного, извини за выражение, но это так, для нас 2024 года, когда у нас по всем параметрам мы имеем превосходство и в производстве военном над НАТО, и на фронте мы имеем мощное превосходство, после комфортного 2024 года нас впереди ждет 2025. Уже очевидно, что война в 2025 уйдет. Стоп! А кто ему сказал, что этот год для расистов комфортный? Может, для пропагандистов и кремлевских марионеток, которые свою жизнь Путину продали, это так. Но далеко не всем россиянам было и есть комфортно. Милые, родные, кто на связи, кто спрашивает за своих бойцов, за своих мужей, отцов, сынов. 138-я бригада, 138-я бригада, отряд «Шторм» выбрались не все. Вот только милые и родные за своих мужей и сыновей уже не спрашивают. Их интересует только одно – когда им выплатят гробовые и подарят белую ладу. Кстати, возможно, скоро будут дарить черную. Ее уже официально презентовал лично Путин. Итак, Путин за рулем черной «Лада Аура» приехал на открытие последнего участка трассы М-11 Москва-Петербург в Тверской области. На кадрах видно, что едет Путин, соблюдая все правила. Не забыл пристегнуться. Серийное производство. Машина поступит только в сентябре. Прямо сейчас «Лада Аура» поставляется исключительно министерством и государственным ведомством. От традиционной «Лады Веста» новая «Аура». Отличается удлиненной задней дверью, увеличенным на 25 см пространством для пассажиров на задних сидениях, а также немного иной формы заднего бампера. Машина оснащена почти двухлитровым двигателем. Далеко это не первая отечественная машина, за руль которой садился Путин. В этом году он уже покатал на «Аурусе» лидера КНДР Ким Чу Нына во время официальной поездки в Пхеньян. На «Аурусе» же Путин в 2020 году открывал движение на новом участке трассы Таврида между Керчью и Севастополем. За год до этого Путин прокатился на мотоцикле «Урал» во время церемонии открытия осеннего байк-шоу «Ночных волков». Управлял президент и тяжелой техникой. В 2018 году Путин проехал на «Оранжевом Камазе» по только-только открывшемуся Крымскому мосту. Слово Песков тогда рассказал, что у президента есть права необходимой категории и для управления грузовиками массой до 3,5 тонн. В 2011 году Путин управлял огромным комбайном марки «Россельмаш» на кукурузном поле в Ставропольском крае. Необычная бригада комбайнеров. За рулем еще одной машины – «Смотреть Дмитрий Медведев». Тогда они вместе собрали 12 тонн кукурузы. Ну и, пожалуй, самый знаменитый автопробег Путина в 2010 году – ярк-желтая «Лада Калина» с механической коробкой передачи и участок трассы Чита-Хабаровск. Путин тогда преодолел за 4 дня больше 2000 километров и сказал, что машиной доволен. «Лада Аура» Путину тоже понравилась. Президент сказал – машина хорошая. Вот видите, и здесь бросил россиян. И «Младу Калиину», а «Министерство» – «Младу Ауру». Вот только интересно, на сколько процентов это машина российского производства? Или от российского там только название? И, кстати, напишите в комментариях, в каких из этих случаев, перечисленных Скобеевой, за рулем был настоящий Путин. Потому что есть сомнения. Еще недавно он летал в сопровождении истребителей по территории России, а уже сегодня вот так спокойно разъезжает по российским дорогам и не боится за свою жизнь. Песков только что заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне. Делается все, что необходимо делать с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом. Заявил пресс-секретарь президента, ранее я напомню, глава ГУР, главного управления разведки Украины, террорист Буданов, заявил, что на президента Российской Федерации из Украины готовилось сразу несколько покушений в Министерстве иностранных дел нашей страны. Позже сказали, что покушения готовились на деньги из США. Ну, во-первых, Буданов не говорил, что покушение готовилось украинцами. Наоборот, глава ГУР заявил, что Путин больше не является компромиссной фигурой для своего окружения. Но диктатор у власти более 20 лет, поэтому сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности. Но и эта стабильность вскоре может пошатнуться. Враг даёт украинским формированием вооружение, которое бьёт на очень большие дистанции. Конечно, это делается для того, чтобы максимальный урон нанести мирному населению. Ну и, естественно, чтобы за счёт этого вызвать у нас в России какие-то события, внутреннее бурление, как я об этом и раньше говорил. Поэтому мы должны понимать, что нам предстоит большая работа по отодвиганию противника от наших границ и в то же самое время, конечно, понимать мы должны, что наш враг, то есть истинный наш враг – это Америка и блок НАТО. Они будут делать всё для того, чтобы это нам было тяжело сделать, потому что они дают им вооружение, которое бьёт всё дальше и дальше. Жаль, что пока не дают разрешение бить по Москве. Очень уж хочется на это посмотреть. Что же касается «наш враг Америка» и ещё одного покушения – покушения на Трампа. На самом деле этот инцидент может кардинально повлиять на американские выборы. Ибо теперь Трамп пережил покушение, он энергичен, он не запутается в словах, в отличие от Байдена. В условиях вот такого радикального имиджевого несовпадения, то есть очень сильный целостный образ воина у Трампа и размывающийся образ такого дурачащегося дедушки Байдена, я вот если ещё две недели назад после дебатов считал, что лучше уж с Байденом доехать до конца и, может быть, организационными методами можно обеспечить его победу, то я думаю, что сейчас, конечно, им бы лучше организовать замену. В принципе, нет никаких причин, поводов и оснований для того, чтобы Дональд Трамп, после всего того, что с ним пытались сделать, проиграл эти выборы. Надо помнить, что его самого пытались посадить, его адвоката пытались посадить, его и сейчас пытаются посадить, теперь его попытались убить. Ну, такой настоящий американский герой, всё сделано максимально по-голливудски, то, как он встал эффектно, красиво, здесь ему действительно честь и хвала, когда пуля пролетает буквально в миллиметре. Это не значит, что я сейчас выражаю симпатию к Дональду Трампу, мы всё про Дональда помним, но с точки зрения характера и харизмы человек это сильный. Уже всем известно, что в покушении на Трампа россияне официально обвиняют как самого Пайдена, так и нас с вами, украинцев. Вот, например, предатель нашей страны Кум Путина Медведчук вроде бы имеет доказательства о причастности Украины к покушению на Трампа. Даже написал ему письмо, где указал, что Трамп стал личным врагом украинского неонациста Зеленского, и что неонацисты хотели его убить. У меня один вопрос, что они там все употребляют? Вот, скриншот такой из Байдена, где он говорил, что нужно попасть... Настало время дать Трампу в глаз. Вот, там такое есть. И вот рядом с глазом, кстати, пролетела, получается, пуля. Вполне возможно, что это такой был призыв. Якобы его опубликовали, этот старый скриншот, он несколько месяцев назад был. Что нужно теперь делать и какая дальнейшая судьба вот этой всей истории? Ну, понятно, что я жду, должны появиться уже первые обвинения в том, что все в этом виновата Россия. Вот, кстати, даже не украинцы, а уже один из наших оппозиционеров намеки стал подобные делать. Намеки такого плана, что мы специально устроили это покушение для того, чтобы дать популярности Трампу. Ну, и таким образом Трамп победил, и таким образом сдал Украину Путину. Но это даже больше похоже на правду, чем история об украинском следе. Что же на самом деле произошло с Трампом, и кто в этом виноват, разберется ФБР. Нам же интересно, что будет с поддержкой Украины, если Трамп вернется в Белый дом. Президент Зеленский уже заявил, что Киев готов сотрудничать с любой политической силой в США, в том числе и с республиканской партией. Что касается окончания войны, какое видение у потенциального президента, одного из кандидатов, президента Трампа, общие вещи мне понятны. Я думаю, что если господин Дональд Трамп станет президентом, то мы будем работать. Я этого не боюсь. Но хочу вам сказать, большинство в республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины. Но жаль, что не все зависит от большинства. В особенности будущая политика республиканской партии. Эту политику определяет один человек. А теперь Дональд Трамп официальный кандидат в президенты США. Наконец, Дональд наш Трамп официально объявлен кандидатом от республиканской партии. На съезде республиканской партии Трамп официально представил своего кандидата на должность вице-президента Америки. Это второй человек в Штатах. Поэтому если Трамп станет президентом, то вице-президентом будет Джеймс Дэвид Вэнс, который, кстати, не раз высказывался против помощи Украине. Буду с вами честным, мне все равно, что так или иначе будет с Украиной. Мне надоело, что Джо Байден сосредотачивается на границе страны, на которую мне все равно, пока он позволяет границе своей страны стать тотальной зоной войны. Казалось, что это очень нехороший сигнал для Украины, что Трамп избрал себе напарника Ди Вэнса, который категорически против помощи Украине и призывает наше государство отдать территории. Но еще недавно Вэнс критиковал и самого Трампа, называл его американским Гитлером, а избирателей Трампа – идиотами. А потом бац и преобулся. Поэтому выводы относительно его отношения к Украине делать еще рано. Ну а в США Трамп впервые появился на публике после попытки убийства. Трампа, Дональда, с перевязанным ухом встретили бурными аплодисментами и криками «Fight», то есть «Сражайся». Сам Трамп произнес именно это слово «Fight» сразу после стрельбы в Пенсильвании. На съезде республиканской партии в Милуоке Трамп официально стал кандидатом в президенты Америки и объявил, кто станет вице-президентом. Итак, вторым человеком США в случае победы Дональда на выборах будет 39-летний сенатор из Огайя Джей Ди Вэнс. Такой вице-президент будет настоящей катастрофой для Украины, тут же сообщает политико слова высокопоставленного европейского чиновника. Вэнс известен как последовательный противник спонсирования киевского режима. Он не раз говорил, что Вашингтон уж слишком сосредоточен на Украине. В прошлом году именно Вэнс был в числе 19 республиканцев, которые написали Байдену письмо с требованием прекратить неограниченную помощь Зеленскому. Перед визитом самого Зеленского в Вашингтон Вэнс требовал от Белого дома признать, что Украине придется уступить свои территории Путину. Фантазии о выходе к границам 1991 года Вэнс, конечно, тоже не верит. Но и еще одна из радов. Вэнс против, официально против членства Киева в НАТО. Еще один соратник Трампа Ричард Гренелл также против вступления Украины в НАТО. Он предложил создать в нашем государстве так называемые автономные зоны. В куларах национального съезда республиканской партии он выступил за такое мирное соглашение по Украине, которое сохранит территорию страны, но позволит создать автономные регионы. Конечно же, Украина на такое не согласится. Но Гренелл добавил, что не говорит от имени Трампа. Поэтому как будет действовать главный республиканец, никому неизвестно. Хотя в отношении выборов в Штатах я тоже больших иллюзий не питаю, в отличие от многих, которые считают, что с приходом Трампа нам будет легче. На самом деле я считаю, что легче не будет. И питать иллюзии в отношении того, что политика американцев, наверное, да, она, конечно, будет меняться, но мне кажется, Трамп более, как бы, ну, скажем, целеустремленный, да, в этом плане человек. И если он поставит перед собой определенные задачи, он их будет достигать любой ценой. Я напомню просто тем, кто забыл. Первое вооружение американцы поставили на Украину именно при Трампе. Это были дживелины. Поэтому в этом плане я тоже иллюзий не питаю. Но время летит настолько быстро. Придет к власти и заберет дживелины. Я не знаю. Тут все, что хочешь, может быть. После попытки покушения на Трампа, на мой взгляд, да, действительно, шансы Джей Ди Вэнса, они значительно выросли. Поэтому не стало неожиданностью для многих то, что именно его в итоге Трамп взял себе вице-президента. Давайте сразу конспирологию. Утверждают, что Джей Ди Вэнс еще больший Трамп, чем Дональд Трамп. И в случае убийства Дональда Трампа остается еще один Трамп, да? Вот я к этому и веду, да. То есть после покушения, действительно, у Трампа появилась мотивация найти определенную страховку от того, чтобы это не повторилось. Действительно, он взял человека, который является даже большим трампистом, чем сам Дональд Трамп. Да, он даже более принципиально вот эту идеологию трампизма, то есть такого правого изоляционизма, правого популизма излагает. И тут, конечно, да, как бы у негодующей части либеральной Америки, в общем-то, пропадает мотивация совершать покушение. Потому что убьете Трампа, его место займет даже более принципиальный правый, так еще и молодой. Мы пока не знаем, как Трамп будет вести себя в отношении Украины, но также и россияне не знают, как Трамп будет действовать в отношении России. На Гиббельс ТВ говорят, что победа Трампа им не поможет. Мол, нет для России ни одного хорошего американского президента. А с приходом Трампа может быть еще хуже. Мы видим по заявлениям от европейских лидеров, практически никто не совнимается, что Трамп станет президентом. И, внимание, они сейчас пойдут на эскалацию решения НАТО на последнем саммите. Они будут их воплощать в жизнь. Ястребы фактически получили отмашку. Они считают, что в ноябре, когда Трамп будет избран, и даже до своей инаугурации, это будет время большой сделки. Напомню, что Орбан уже направил лидером Европейского Союза тот план, который он согласовал в Москве, Пекине и во время встречи с Трампом. Что пока в этом плане мы не до конца понимаем. Но, тем не менее, они сейчас пойдут в эти месяцы на эскалацию. В чем она заключается? Уже пошло заявление о размещении в Германии дальнобойных ракет. Фактически это ракеты средней и меньшей дальности. Пока без ядерных боеголовок. Это, очевидно, тамагавки и гиперзвуковое некое оружие. Я напомню, что как раз в 83-87 годах последний всплеск холодной войны, который мог привести к открытому столкновению, был связан как раз с РСМД. Ракетами средней и меньшей дальности. Вот вы видите зону их поражения. Они продолжат наращивать поставки оружия Украине. Политика Трампа совершенно непредсказуема. Потому что, с одной стороны, он любит заигрывать с диктаторами. А с другой стороны, он первым дал Украине летальное оружие. Так что он может как и сдать Украину, так и наоборот, дать нам еще больше защиты. Меня вот это поражает иногда тон нашей прессы. А вот придет Трамп. А кто-то строит? А вот сейчас вот открываешь интернет, газеты читаешь. Трамп вернется, будет. А что, собственно, будет? Евгений, вспомните, мы 4 года видели президентства Трампа. Что нам было хорошо... Нас Владимир Вольфович, царство ему небесное, выпивал за победу Трампа. Выпивал за победу Трампа. Что мы получили? Вооружение Украины, первое, да? Второе, мы получили санкции в одном пакете с Ираном и Северной Кореей. Мы получили войну с нашей дипломатической собственностью. Что мы получили хорошего от президентства Трампа? Поэтому надеяться на то, что Трамп... Что мы получили хорошего от любого американского президентства? Совершенно верно. Может, при царе что-то было? Может ли вообще президент США быть хорошим для России, да? Вот это более интересный вопрос. Конечно, я понимаю, может быть, республиканец нам чуть-чуточку лучше, чем демократ всегда. Поскольку с ним хоть как-то можно говорить рационально. С демократом невозможно, как показывает практика. Но, тем не менее, надеяться на то, что придет хороший президент США и сделает нам что-то полезное и хорошее, это большая наивность. Основой изменений, которые могут влиять на дальнейшее позитивное развитие событий как в нашей стране, так и за ее пределами, является ситуация на фронте. И, как написал Святослав Паламар, заместитель командира легендарной бригады АЗОВ, именно от профессионального, хорошо обеспеченного и мотивированного украинского военного зависит будущее нашей страны. Когда все усилия нашего народа будут направлены на помощь силам обороны Украины, только тогда можно получить желаемую поддержку других стран. Слабым не хотят помогать. Поэтому не поддавайтесь вражебной пропаганде, соблюдайте информационную гигиену и доверяйте только проверенным источникам информации. С вами была Анастасия Норицына. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok